так хочу начать обзорчик вот этих всех этих дел вот это какой-то не знаю передних что я не пойму все новое все с этикетками круто так вот восьмидесятых годов были не в кали не взять ли мне в коллекцию олимпиады 80 так вот это купальник какой-то советский вот платьица и хорошие очень принты очень приятный на ощупь вот это тоже какая-то классная штука типа я даже не знаю жакет что ли 67 год декабрь мне 6 лет было когда ее выпустить сидеть вот кто-то же хранила кстати потом я вам покажу очень много вот таких вот вязаных штучек мне кажется для молодежи это будет просто супер так вот пальтишко ну конечно почистить она новая совершенно уже выпуска 90 года вы представляете какой разброс временной да есть там и 60-е года есть и как бы вот вам пожалуйста так вот тут какой-то породистый это наверное гдр я так думаю да такой плащик тоже совершенно нулевый очень хороший цвет это я так понял халатик ты чтобы вы понимали платье все новые просто новые но допустим смотри вот блузочка она была в мешочке и там нет даже чек был и вот огромное количество юбок то есть это я вам показываю просто одну часть потом буду постепенно частями причем юбки наверное любительницы было длинных юбок что юбки какие-то все длиннющие вот это не пойму платины халаты такие бабушкины ну кстати очень удобно моя бабушка в таком ходила вот это платье я думаю что старенькая короче вам хочу сказать я такой общий обзор вам делаю потому что конечно подробнее вам покажет евгения потому что я здесь во многом не разбираюсь ну хочу отметить что вещи в принципе очень даже интересные интересные и там для каких-то сессий фотосессии для думаю для кино тоже будет неплохо так вот тут пошли в основном такие ситцевые платья вот видите такой очень хороший принт очень приятный на ощупь ну и конечно пошив в стиле в стиле в стиле тех семидесятых восьмидесятых году уже отметил какие а вот интересные комбинированные даты цветы с плетением как и называется макрометит очень интересный вот кто-то там сказал что говорят что в ссср не было в ссср в не было разнообразие ребят ну вот разнообразие на примере одного человека ну наверное этот человек было так скажем у него был доступ к к чему-то тканям не знаю к магазин может это был директор магазина не знаю посмотрите какая какая-то вещь нет платье на или вот ну куда там французским модницам а садим сарафан какой о о все тут все все виды типы вот тоже какой-то нифига себе тоже сарафан типа а это уже у нас какой-то теплая осенние тоже вот посмотрите хорошие цветочки да не обалденно вот с розочками вот тоже какой-то зеленый вот посмотрите какое разнообразие ткани и цветов чем я хочу сказать что это все скорее всего все наши отечественные ткани вот тоже интересно платье причем очень такое знаете качественно еще это вот вязаная тут же вот видите какой принт огурцы огурцы кто же у нас это это тогда еще никто не знал об этом мэтра это в каком-то узбекском стиле тоже свои пуговицы классные а вот обалденно до розочки кто-то изгалялся так ну это ходит чё ночнушка здесь такой цветка свой более наротично а мы или платье не знаю короче так вот тоже смотреть с какой-то сеточкой уже плачет так уж и тоже за плохой и мешочком горошек кстати тоже прикольно на лето я даже нашли то за ткань очень интересным пошли дальше понимаете масштаб бедствия такое даже не знаю короче вам не буду вдаваться в тонкости просто показываю общий план потому что я и не разбираюсь и ткани фасоне поэтому здесь скорее всего вам евгения все потом подскажет либо задавайте вопросы я думаю что она вам ответит просто я честно говоря именно поражаюсь поражаюсь разнообразие всего потому что для меня это не знаю может быть я в какой-то средней семье жил чтобы такое количество было платьев подождите это еще не все там не только платье таких цветов расцветок смызи какой мне кажется сейчас любая модница оденет просто упадут вокруг все обалденно или вот что это блузка да наверно контимпортная точно немецкая это ночнушка да так начну а вон она даже видите какого года так москва никитинский 640 стоил 88 год тоже на начнушку вот пошли дальше так пошли дальше но халатики это какое-то платьишко такое толстенькое еще венгерская тоже по-видимому халат какое-то платье это так полно ночнушка так как 730 стоило 83 год тоже опять ночнушка это наверное халат 85 год ну и тут опять платьишки так продолжаем съемочку начнут этот какую-то платьишко такое вязаная очень красивая это наверное ситиц тоже вот смотрите прикольно совершенно новое то ли халат такой запасной видишь с этим с пуговичками тут с петельками так тоже сицевые халатика это как венгрия венгрия вот прикольно там сейчас одевая носи смотрите удобно новенькая совершенно даже во все этикеточки есть так но если у нас уже такое солидольное это это типа тоже летние ну просто невероятные расцветки каких только нету тоже вот видите легенькие не знаю какой-то вот это мне не очень нравится как это блеклое а вот это классно и вообще наверно мне нравится яркие все вот это посмотрите тоже лен что ли да скорее всего это лед он тоже прикольное такое почему такие пуговички неожиданных местах да так это у нас просто платьишко тоже типа сарафанчик а что я тоже прикольный это уже трикотаж трикотаж трикотажный тоже сидится новенькая тоже хабашечка да вот жене работы у нас привалило сейчас все это дело разобрать так вот это че у нас ночнушка они тоже платье просто с такими вот беленькими вишечками какой-то шелк похоже такой прям приятный на рощу вот тоже посмотрите какое платьишко это такое более строгое уже такое все сплошное но это вот похоже уже пошла комбинация о ничего себе огромное какое платье но я не веду тоже такое все широченная вот прикольно мне нравится вообще черный желтым цвет мне кажется это такой просто смотрится обалденно были надевай вот и носи да так это у нас что такое это какое-то строгое платье что тут у нас написано могилёв это у нас белоруссия бсср стоило восемнадцать шестьдесят семь семьдесят девятый год вот могилёв тоже обозначился у нас тут как-то чувство поясок и вот тоже смотреть прикольно напоминает нет варенку восьмидесятых годов длиннющая так и поехали дальше значит тут какой-то из бархата платьишко вот это наверное было супер богатая потому что здесь морка это тоже какой-то бархат я так думаю не знаю почему но вот это платьишко мне нравится муж компоновка когда с розового и серого полосатый изящно смотрится очень тоже это похоже крем-плен ну на меня не производит впечатление но я знаю что они какие-то дорогие были в то время тоже примерно из той же серии на 50 и нужен им лучше знают к сожалению сказать не могу так но это вот прин такой интересный думаю какой-то импортный вот совершенно новая сорочка с бантиками с рюшечками у них я сюда неужели первые брюки паша попались и цвета ядовито оранжевого так а вот это вот то есть смотрите здесь получается юбка это типа кофточка это типа бюстгальтер это типа трусов то есть вот это какой-то комплект тоже розового платьишко это наверное халат и что это такое а это юбка 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 наша так 72 рубля фига себе 86 вот так это у нас я так понял венгрия да понятно то есть вот там такая только то было сорочка но это ночнушка розовая получается зеленая а вот этикетки еще посмотрим чего это тоже венгрия а польша больше больше так это у нас тоже какой-то костюмчик здесь блузка и получается юбка это у нас просто блузка плачка такой знаете оля 60 такие вот мне очень нравится прям так но это юбка похоже бархатная о ничего себе а вы знаете вот все вещи которые попадаются они все вывернуты то есть мне просто интересно участ женщины выворачивают при хранении свои какие-то ну я не знаю одежду я думаю что нет ну правда сейчас чехлы конечно есть ну раньше вот наверное их не было поэтому люди чтобы сохранить выворачивали их тоже мать и вот это нам тоже эти польские ночнушки такие знаете они очень приятные на ощупь и совершенно новые точно такая же еще ночнушка так это у нас платьишко полосатые тоже пуговки так прикольно сделала вообще пошито конечно неплохо интересно очень это накидочка какая-то и платьишко ну вот этот комплектик так даже не разворачиваешь а это тоже ночнушка ночнушек и дальше в чем ко многим есть пояса я просто их не не особо все их кучу сложил тоже вот интересно посмотрите какое платьишко вязаная прикольно белая белая юбка юбка считаю что не знаю как белый ходить везде больше обтираться майка помню эти сеточки они были модные просто не нашли все-таки ты мужская на напиши она огромная ну и я помню мужчину носил как женщине носить там все все просвечивать будет советское время думаю это не совсем было правильно так ну дальше тут вот у нас купальник это у нас блузка какая-то из этого шелка так это у нас блузка женская видно что украинская цена 310 травень 1975 год так 18 рублей восемьдесят седьмой год жакет женский такой вот жакетик так ну это вот у нас пошли и платьишко найти нужен как назвать ему потеплее что ли тоже прикольно такими карманами до модница наша была наш так сказать владелец бывший вот прикольно тоже как зебра да а это наверное какой-то богатая больная что ли ну нет не больно на такое выходное на это у нас кляет верки одежды одежда как эта фабрика одежды по-немецки то есть gdr так вот это тоже такое знаете какую-то все расклешенное такое платье как даже его назвать так это тоже такое черное есть так вот это вот эти киточкой скидки хорошо сразу можно идентифицировать 1981 год пальто ничего себе никогда бы не подумал а ну да типа типа пальто он с погонщиками так это опять у нас трикотаж вязаный тоже платьишка вот такую на постарше потому что вот замочками я помню это мода была наверное годов шестидесятых так вот тоже видите какое прикольное есть вот большое количество вязаных изделий может быть они менее интересные но нисколько не умаляют уважение к тому человеку который либо это вязал либо это все у себя собирал потому что на самом деле мы из песни слов не выкинешь тут интересная очень техника это знаете как бы они все в пупырышку вот такую очень мягкое вот такое платье или вот посмотрите какая компоновка обалдеть это все платья такие розовые пуговицы бирюзовый фон и серые вот такие вот штучки полоски тоже вот смотрите с бабочкой тут видно люликс добавлено блестящего тоже вот я уже говорил желтая с черным это вот тоже такая же техника как то бордора или вот посмотрите с короткими рукавами вот такое платье вязано тоже узор такой геометрический тоже прикольный шоким воротником тоже вязаная короче то все вязаные зеленая вот тоже интересно тут тоже вязаные только кофты ну как-то кофты блузки не знаю как звать тут ничего говорить не надо просто смотреть но человек который вязал их я считаю что обладал отменным вкусом то что сделано конечно исключительно а тут чуть-чуть костюмов ну как понятно что пиджак и юбка тоже пиджак и юбка вот это вот это что у нас конопля листья конопли пиджак и юбка здесь вот платья мой сарафанчик и накидочкой так что это у нас такое восьмидесятый год 320 она это на жакет только 320 еще наверное на это уже где то есть ну ладно не будем так 5 вязаные 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 тоже платьишками здесь прикольно желтенькое такое а это вот все я не знаю как сказать кофточки мальчики все это вязаная вот я думаю что если бы на какой-нибудь особи женского пола была бы такая кофточки обязательно обратил бы внимание вот этого платья длинным сиреневая так ну вот опять чуть-чуть здесь платья сарафаны это я не знаю как назвать тоже платья надо 10 30 75 год типа из крем-пляна что так это чего у нас это наверное венгрия прикольно мне нравится с биркой 74 год сарафан а ну все-таки это сарафан да это наверное тоже сарафан они это блузка это а вот прикольно а это уже наверное еще не джинса но уже почти джинс виде такая с потертостями а здесь как бы воротник и он сзади вот видите открыт такая модель интересная так еще какое-то платье вот этот лапша кто растягивается так вот прикольненько и такая тоже платье кстати хочу отметить что это же все связано это же не то что аппликация так еще одно платье 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 тут тоже прикольно такой приталины так это у нас кофты пошли тоже вот видите с огромным цветком кофта все чтобы вы понимали я все что снимаю складываю в кучу куча уже достигла таких размеров ой как же не бойтесь не разбираться я не знаю так но тут верхняя одежда 106 рублей ничего себе 82 год вот такой плащик кто выпускал калязинская швейна по фабрика с ленинской области это москва швейный завод вымпел такая прикольная кстати 60-е годы а вот это мужской бобровым воротник он а вот за это я думаю убилась бы любая модница 80-е годы вот так плачут это мужской плач ведь он такой с отлива переливается вот эти вот футболки египетские то дома жили с египтом у нас снабжали а вот тут всякие женские радости чулки панталоны и всякие вот эти вот это чего-то так интересно ереван да или чё до ереванское производственное триготажное объединение имени мясники она не просто так вот они видите здесь даже что-то выше да тут а вот это у нас я думаю чулочки или кусочки рубль 20 тушинская чулочная фабрика тут тоже вот носки свой носки эти чулки тоже чулки короче я думаю что это для киношников интересно будет так так ну а теперь это у нас знаете что это тут всякие женские штучки я уже ушатался честно говоря от этой одежды вот здесь смотрим черемушки ручка колготок старых маечки но в основном я вижу здесь все импортно так без галтера что у нас двенадцать тридцать ночнушка еще одна ночнушка без галтера опять у нас тут капрон вот они какие которые убивались туда в то время а кто и делать гостурболь 40 полиамид это наш прибалки здесь ночнушек эти всякие 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 это пояса тоже не дешевым бы стоили 7 7 рублей в месяц и так ну это женская радость панталоны руб 60 ну тоже достаточно прилично это я не все еще снимаю поверьте мне так ну здесь вот тоже чтобы понимали это вы знаете это по моему как-то называется духе это у нас малахитовая шкатулка это тоже какой-то из этой серии и хотел вам еще показать чтобы вы понимали это обувь хуже оттуда ну тут есть конечно и которые уже носили но вот допустим вот этим были совершенно новые это вот такие бутики резиновая то что есть вот чешские сапожки до 70-х годов они все уже дубовые не уже резина а наши вообще у нас резину делали на ура хорошо вот прикольный на можно еще сходить до таких тапочки а вот эти как-то назывались и забыл блин мыльницы что ли забыл вот такая была у нас модница но все носим заканчиваю устал